Застревал ли кто-нибудь из вас на автомобиле в грязи? По-любому, почти каждый хоть раз в жизни попадал в подобную ситуацию. Согласитесь, приятного в ней мало. Приходится вылазить в эту грязюку, которая, как правило, и является причиной застревания. Тянуть или толкать машину самому, становясь частью этой грязной жижи. Ведь, как правило, из-под колес летит куча грязи. И вот она уже вся на вас. Жуть какая. А если застрять на заснеженной дороге, там хоть и грязи нет, но, как правило, приятного тоже крайне мало. Холодно, сыро. А почему мы зачастую попадаем в подобные ситуации? Да потому что вечно вот это вот, да чё я, ща проскочу. Я уж я-то, ой, я-то не застряну. Да я ж, я ж, я по таким ебене... Дорогам ездил, что... Эта лужда несчастная меня точно не остановит. А потом, бац, и всей деревней, что называется, достаем из этой лужи. Но есть в этом что-то такое. Бросить вызов природе и на своём стальном коне вырваться таки из-за подни. И проехать там, где нормальный человек даже не поедет. Так вот, если вы один из этих вот, ну, кому интересно попробовать, как оно. Но брать свою, условно, ладу-гранту и лезьте чёрти куда, ну вот совсем не ходься. Для таких, как вы, да что там, как мы все, и придумали видеоигры. А в частности, различные симуляторы. Сегодня у нас в рубрике «Слухи и факты» игрушка SnowRunner. A MudRunner Game. Игра про то, каково это покорять экстремальное бездорожье, находясь за рулём своего транспорта. Игра, конечно же, не нова в своей идее. Были и Spintires, и всякие УАЗ 4х4, и Spintires MudRunner, и даже Spintires Чернобыль. Но развитие игровой индустрии не стоит на месте. Появляются новые технологии, новые возможности реализации авторских идей, да и спрос на подобные игрушки многие годы не утихает. Поэтому Saber Interactive какое-то время назад объявила нам, что у них в разработке находится проект SnowRunner. Идейный продолжатель идей Spintires MudRunner. Хм, что-то в этой фразе не так, походу. Ай, ладно, проехали. В общем, невероятная симуляция физики поверхностей. Огромный для серии открытый мир и кооператив аж на четверых игроков. Игра разработана на собственном новом движке Swarm Engine, который позволил значительно улучшить и физику, и графику. Итак, вы дальнобойщик-экстремал, или черт его знает, как подобная профессия может называться. Ну, напишите в комменты, если вы в курсе. В общем, вы один из тех, кто берет самые зубодробительные заказы по доставке груза в труднодоступные места. И черт его знает еще, какие заказы там подкинут нам разрабы. Размеры карт, если верить создателям, стали значительно больше. Да и география подрасширилась. Работать мы будем по трем регионам. Это Аляска, Мичиган и наш родной таймырский полуостров. Да и автопарк тоже подраздулся. Сейчас он насчитывает более 40 машин, в число которых входят авто таких брендов, как Ford, Caterpillar, ну и другие. И его автопарк клянутся регулярненько всякими DLC-шками пополнять. В будущих дополнениях вообще обещают очень сильно расширить игру. Помимо авто и локаций добавят и здания там, и все остальное. Каждую бибику можно всячески кастомизировать. От различных свистелок и перделок с наклейками, до полного технического перевооружения автомобиля. Обвесы его различными приспособами для прохождения того или иного препятствия. Обещают даже детальную проработку моделек машин, включая даже салон каждого авто. И раз уж мы упомянули ранее физику поверхностей, стоит отметить, что игра не зря на сей раз носит в названии слово Snow. В нее были добавлены два новых типа поверхности, с которыми колесам вашего автомобиля придется взаимодействовать. Это снег и лед. Разрабы, правда, почему-то еще отдельно выделяют обледенелые дороги, но мы особого смысла в этом как-то не видим. Изменилась также и физика игры в целом. На ваше передвижение теперь влияет буквально все. От погодных условий до груза, перевозимого вами. Из прям совсем нового в игре появится небольшой элемент постройки. То есть, как мы поняли, если у вас при себе имеются необходимые материалы, то можно построить для себя, например, мост или настил какой-нибудь в труднопроходимом месте. То есть, в особо труднопроходимом месте, так как тут в принципе все места труднопроходимые. Легко проходимых как-то не завезли, не та игра. Ну и в целом, косвенно вы будете участвовать в постройке объектов. Например, доставили бы груз для постройки жилья где-то там. Доставили и вот бац, на этом месте на карте и правда появится поселение. Обещают также с самого дня релиза поддержку всевозможных модов. Так что не волнуйтесь, добавить туда любимый уазик возможность будет. Ну и это все, пожалуй, что нам удалось собрать на данный момент об игрушке. Наверняка, пока мы готовили ролик, что-то новое появилось, но тут уж что поделаешь. Игра выходит уже вот-вот 28 апреля, но, к сожалению или к счастью, только в Epic Game Store. Пишите, кстати, в комменты, как вы относитесь к подобным играм. Играли ли в подобное, а может быть участвовали в чем-то подобном вживую. Мой коллега вот выражает сожаление о том, что не удастся рубануть в полный кооператив на четверых. Ведь вряд ли нам посчастливится собрать полную тему. Кроме него и из наших коллег и друзей особо по этой теме никто не тащится. Увы, а было бы круто так-то зарубиться. Ну а на сегодня у нас все. Как всегда, вам большое спасибо за просмотр, нам за ролик и до новых встреч в новых видео. Субтитры подогнал «Симон»!